Фредди Роуч сравнил Мэнни Пакяо с Мухаммедом Али. Отметим, что достижение филиппинца действительно поражает воображение. Он владел титулом в четырех десятилетиях, покорил восемь весовых категорий, победил множество выдающихся боксеров. Я всегда говорил, что построил свой спортзал на случай, если в его двери зайдет следующий Мухаммед Али. Мэнни Ниаджи рассказал, что промоутерская компания Golden Boy, занимающаяся делами Сауля Альвареса, запрещал ему комментировать бой с Геннадием Головкиным. «Голден Бой трижды блокировал мою кандидатуру на роль комментатора в боях с Канелло. Несколько раз британские сети просили меня прокомментировать бой Канелло, но мне запрещали это делать, потому что я чувствовал, что Головкин выиграл в обеих поединках с Канелло. Но я стою на своем, в своих убеждениях и приветствую любые дебаты». Также Абель Санчес высказал свое мнение относительно того, в чью пользу может завершиться возможная трилогия Сауль Альварес-Геннадий Головкин. «Я до сих пор считаю, что мы выиграли первые два боя. Поединок с Канелло, если он случится, снова будет трудным. Канелло прогрессировал, стал намного лучше и провел несколько сложных боев, после которых стал сильнее. Я думаю, что это будет самым большим событием». В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная грядущему противостоянию Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Бойцы отвечали на вопросы прессы со сцены. Емельяненко поднялся на нее при помощи трости. При этом создавалось впечатление, что Александр использовал ее вовсе не в качестве аксессуара. Похоже, боец испытывал дискомфорт в ноге, но точной информации по этому поводу нет. Встреча Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым состоится 3 апреля на турнире ИСЕ-107. Этот бой станет главным событием. «Давайте я вам такой анекдот расскажу. Стоят два студента у пивной. Взяли бокалы и один другому чокаюсь тост говорит. А я в последний раз константирую, что Синусайдаль из дедукционного индуктора не коммутирую с хромофорной инфузией аэрогенно-адекватного фотонного треангулятора. Они чокнулись и выпили». В Хьюстоне состоялось взвешивание участников турнира UFC 247. Главным событием вечера 8 февраля станет бой чемпиона UFC в полтяжелом весе Джона Джонса с Домиником Рейсом. В Шеффолде состоится боксерское шоу, которое возглавит бой в первом среднем весе между британским экс-чемпионом в полусреднем весе Кэллом Бруком и американцем Марком Делукой. Участники предстоящего шоу прошли процедуру официального взвешивания. Допинг про ББ регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе Александра Беспутина должна быть скрыта в ближайшие 10 дней. Об этом информационное агентство ТАСС сообщили представители WBA. Напомню, в середине января стало известно о том, что Александр Беспутин сдал позитивный тест на вещество под названием лигандрол, который находится в списке запрещенных субстанций ВАДА и УСАДА. Беспутин и его команда отрицают намеренный прием лигандрола, допуская его случайное попадание в организм спортсмена вместе с пищей. Однако также не исключает возможность ошибки при проведении теста, в результате чего Беспутин принял решение скрыть пробу Б. Отметим, что в случае, если вторая проба покажет положительный результат на лигандрол, тогда Беспутин будет лишен своего титула и можешь получить длительное отстранение от выступлений. Британский промоутер Фрэнк Уоррен официально анонсировал поединок между двумя перспективными британскими супертяжеловесами Даниэлем Дюбуа и Джо Джойсом, которые пока не потерпели ни единого поражения на профессиональном ринге. Этот бой пройдет 11 апреля в Лондоне. Во время дуэли взглядов бойцы принялись обмениваться репликами, во время одной из которых Джойс слишком близко приблизился к Дюбуа и незамедлительно вызвало ответную реакцию. WBC сообщил, что не намерен дополнительно наказывать Ивана Рыдкача за укус соперника в поединке с санкционированным WBC, так как считает наказание боксера спортивной комиссии штата штрафом 10 тысяч долларов и лишение лицензий на год вполне достаточно. А на этом у меня все, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok